Тестирование рекомендательных систем Дзен – это рекомендательный сервис. Если вы его встречали, то, скорее всего, вы его видели, он встроен в часть наших продуктов. Это в Яндекс.Браузер, в Яндекс.Лаунчер, и это рекомендательный фид. Сейчас очень популярным становится так называемое пассивное потребление контента, когда у человека нет конкретного запроса, что он хочет почитать, но он хочет почитать что-то. И есть продукты, которые дают ему реализовать эту возможность. Самый крупный игрок на этом рынке – это Фейсбук. Если хочется куда-то поштырить, люди читают Фейсбучек. Но кажется, что есть и другие способы закрывать эту потребность, и вот мы сделали такой сервис, как Дзен. Что это такое? Мы достаем со всего интернета множество разных статей и, основываясь на ваших персональных предпочтениях, приносим вам документы. Я буду использовать термин «пачка документов». Обычно наша рекомендация, когда человек заходит почитать, мы даем ему пачку из 20 документов, он может попросить еще, оставить фидбэк и так далее. В принципе, в чем суть? Конечно, внутри где-то находится машинное обучение. Машинного обучения вокруг, в окружающем мире становится все больше и больше. В первую очередь, конечно, в IT-проектах. Но не только. И кажется, что эта тенденция будет продолжать развиваться. Это довольно неполный список проектов Яндекса, где используется машинное обучение. В первую очередь, это, конечно, поиск для ранжирования поисковых результатов. Затем я указала «Дзен» и «Радио», это оба сервисы, которые выдают вам контент без конкретного запроса. Машинное обучение используется для предсказания пробок, для предсказания погоды. Оно используется в Яндекс.Маркете, чтобы кластеризовать товары или чтобы говорить «вам так же может быть интересно». В принципе, если вы где-то в интернете видите блок, вас может так же заинтересовать, с заметной долей вероятности за этим скрывается какая-то обученная рекомендательная система. Продукты меняются, появляется машинное обучение повсюду, тестирование тоже надо меняться. Если вы тестируете веб-сервис, вы, ну что должны знать, скорее всего, как работают веб-сервисы, как клиент общается с сервером, что там может случиться. Если вы тестируете что-то с рекомендациями, машинным обучением, вы должны примерно понимать, как работает машинное обучение. Вы должны понимать, как работают разные компоненты вашего сервиса. И так как машина обучения основывается во многом на работе с большими данными и большими логами, вам тоже надо будет уметь с ними работать. Здесь я хотела бы немножко остановиться. В принципе, если мы говорим про функциональное ручное тестирование, у многих ручных тестировщиков возникает рано или поздно вопрос, куда им развиваться. Стандартные пути развития – это пойти в менеджеры или податься в автоматизацию. Мне хотелось бы сказать, что нам кажется, что можно развиваться, быть лучшим специалистом именно в области функционального тестирования. Я могла бы здесь сказать больше, но второй докладчик сегодня раскрыл эту тему уже очень хорошо. Так что, наверное, поедем дальше. Я расскажу вам про стандартный подход, как вообще там, условно говоря, весь мир тестирует рекомендации машинное обучение, какие там, обычно это не вовлекает ручных тестировщиков, плюсы-минусы подводные камни, почему нам нужно участие функционального тестировщика, и расскажу немного про там основы, как мы обеспечиваем качество, как мы локализуем дефекты, какие у нас есть мониторинги, и в конце про точки отказа, которые надо не забывать. В чем, в принципе, проблема? Дело в том, что когда у вас есть рекомендация, вы не можете понять, она хорошая или плохая. У вас есть рекомендация сейчас, вы поменяли код, у вас новая рекомендация. Вы на них смотрите, она стала то ли лучше, то ли хуже, то ли примерно такая же. Хочется понимать, как вот это недетерминированное поведение вообще можно проверять. Ну, стандартный подход, который используется, опять-таки, не только для рекомендаций. Многие компании и так тестируют свои продукты, или даже пытаются заменять тестирование целиком только системы экспериментов. Значит, если у вас есть система проведения экспериментов, все отработано. Вы свой новый код показываете экспериментальной группе пользователей, у вас есть какая-то контрольная эталонная группа пользователей, которая видит старый вариант, вы собираете с них логи, вы следите за их поведением, вы строите какие-то метрики. Метрика, допустим, по пользователю, это какая-то одна чиселка за день, вы за несколько дней проследили, что происходит, сравнили эксперимент и эталон, увидели в эксперименте, стало похуже, чем в эталоне. Ну, плохой эксперимент, вы всех пользователей его включать не хотите, вы его выключаете, придумываете новый эксперимент. Ну, тут есть, конечно, две тонкости. Во-первых, как выбрать метрику. Чтобы вам нарисовать график и решить, что было лучше, что хуже, нужна какая-то метрика. А вторая проблема, она прямо часть этой системы, проблема, что если у вас плохой эксперимент, вы не можете локализовать, где же, собственно, источник проблем. У вас метрика красненькая, плохой эксперимент, почему неизвестно. Давайте вначале про выбор метрики. То, как вы выберете метрику, будет определять, куда будет двигаться ваш продукт. Вы можете, там, условно говоря, вес, температура, что-то, какая-то чиселка, вы ее меряете, фиксируете, улучшаете с каждым экспериментом. Если вы выбрали неправильно, ваш продукт двигается не туда. Вы можете, в принципе, конечно, смотреть на несколько метрик и смотреть, что одна из них растет, остальные не ухудшаются. Если у вас есть машинное обучение, и вы думаете, что же мы хотим оптимизировать, возможно, вы этим вопросом уже задавались. Как работает ранжирование? Вы берете и считаете какое-то число для каждого документа условным, ну, в интернете, и берете для этого пользователя топ-20 по какой-то переменной и отдаете. Вы как-то ранжируете, это целевая функция. Целевая функция работает с контекстом условно. Одного документа вы можете пытаться предсказать клик на этот документ. Какая вероятность того, что пользователь с ним взаимодействует. И самые вероятные отдаете пользователю. Или вы можете смотреть на, как вы думаете, предсказывать длительность чтения документа, насколько он его заинтересует. Вы можете, в принципе, работать с контекстом целой пачки документов и говорить, вот, мы хотим, чтобы вся рекомендация была максимально кликабельна или очень долго ее читали. В случае, если вы считаете метрику, у вас есть больше. У вас есть не только там один документ или одна пачка, у вас есть контекст суточного поведения пользователя или даже недельного. Я бы хотела немножко сказать, почему целевую функцию не надо обычно выбирать как метрику. Если вы хотите оптимизировать, допустим, клики, вы такой не один. Есть еще, например, поставщики контента, они тоже хотят оптимизировать клики. Мой любимый заголовок был «Дятел начал долбить, и тут произошло это». Значит, эти заголовки я взяла любезно с сайта фишки.нет. Спасибо большое этому сайту. В общем, контент может быть вот такой, который заманивает пользователя кликать. Отлично, целевая функция машинное обучение обучается, сюда кликают. И, конечно же, ранжирование поднимает их наверх. В принципе, если вы хотите, если у вас есть вдруг личная поисковая машина, и вы хотите увеличить кликабельность выдачи, это сделать очень просто. Могу рассказать вам как. Вы берете выдачу, какую вы хотите отдать по поиску, треть документов заменяете на котиков и треть на порнуху. Я вас уверяю, кликабельность вырастет заметно, но это не то, что ищет пользователь. То есть он покликает, покликает, а потом уйдет искать где-то еще. Потому что, на самом деле, когда он захочет котиков, он сможет их поискать сам. Вот. Итого, в качестве метрики надо выбирать какие-то основные, то, что вы хотите реально улучшать. Это что-то… Sessions producer – это стандартный термин, сколько у вас там пользователь раз воспользовался вашим продуктом. Или возвращаемость пользователя, или, наоборот, минимизировать отток пользователей, которые к вам приходили, приходили и перестали. Так, если вы им котиков вместо выдачи. Так, метрику мы выбрали, допустим, придумали. Собственно, выбирать их – это увлекательная задача, но, к счастью, не тестировщика. Значит, что же происходит, если эксперимент не удался? Почему он мог не удаться? Ну, тут есть две причины. Была классная задумка, пришел разработчик, накодил, выкатил, не полетело. Почему? Может быть, задумка была плохая, пользователю это не надо. Ну, есть второй вариант. Как обычно, может быть, закодили плохо. Где-то ошибка в реализации. Мы хотим как-то при помощи анализа, ручного анализа специалистам по качеству, это определить. Ну, тут такой специалист по качеству, это странный термин. Кто вообще, в принципе, отвечает за качество в команде? Конечно, отвечают все. Если у вас там есть какие-то люди, которые не отвечают за качество, ну, они, скорее всего, какие-то вредители, я не знаю. Вот. Почему мы делаем упор здесь на функциональное тестирование? Дело в том, что всякие сложные системы с большим бэкэндом, сама вообще рекомендательная система, это не один блок, а много связанных блоков, там много разработчиков. Разработчики хорошо знают, как работает их кусок. Как работает система целиком, они знают не всегда. С другой стороны, даже такого понимания, которое есть в функциональном тестировании, достаточно, чтобы оценивать качество продукта в целом, локализовывать дефекты и так далее. У нас это делают тестировщики. Соответственно, не удался эксперимент. Мы хотим найти тех пользователей, те различия, которые случились, и посмотреть на них глазами, почему они плохие. В принципе, рекомендации персонализированные, множество факторов влияют на то, что вы увидите. Мы хотим иметь возможность перебрать, найти таких пользователей, у которых, собственно, самые большие расхождения. Мы сравниваем эталонную выдачу, экспериментальную выдачу для одних и тех же пользователей. Если мы нашли, у кого выдача поменялась, условно говоря, там, вся, мы можем посмотреть на нее глазами и понять, это ожидаемый эффект или что-то пошло не так. Более того, это можно делать не после того, как эксперимент не удался, а вообще-то до. Соответственно, еще на стадии релиза мы смотрим, какие большие расхождения есть, и анализируем их. Почему? Во-первых, это позволяет избежать глупых ошибок в продакшене. Если вы даже на небольшую долю пользователей включаете плохие эксперименты, вы портите им жизнь, они от вас уходят. Постепенно, медленно, их там немного, но уходят. Это позволяет экономить время. Если у вас эксперимент идет неделю и неделю, чтобы выяснить, что вы где-то опечатались в коде, это бывает очень долго. Хочется как-то это еще до релиза поймать и быстрее экспериментировать с хорошими экспериментами. Как мы это делаем? Мы готовим тестовый пул пользователей. В принципе, данные для тестирования можно готовить двумя способами. Или вы берете чистого пользователя без истории и как-то генерите ему историю, или вы берете настоящих пользователей, которые у вас бывают в продакшене, и смотрите, что у них. В принципе, если у вас много логов, много данных, скорее всего, вам легче пользоваться данными, которые у вас уже есть. Итого, у нас есть регулярный процесс построения пула пользователей, который по кнопке позволяет нам достать ID пользователя с определенными свойствами. Для нас это может быть страна пользователя, потому что это не только Россия, у нас множество разных стран, язык, продукт, потому что в разных продуктах у нас немножко разные рекомендации, или какие-то пользовательские свойства. Пользователь, который много блокировал каких-то источников. Пользователь, который любит смотреть видео. Если у нас есть простой способ их получать, мы на стадии релиза можем быстро посмотреть, что там у всех, у кого видео примерно то же самое, у тех, про кого мы знаем мало доменов, на которые он уходит, мы стали рекомендовать лучше, что-то такое. Кроме того, еще интересно бывает поискать баги в продакшене. Если что-то пошло не так, вы ищите баги в продакшене. Соответственно, можно по логам поискать людей, которым стало плохо. Это, скорее всего, пользователи, которые много смотрели, но не кликали. Много нажимали, мне не нравится. Много нажимали, заблокировать источник. Так, ну мы зарелизились, мы протестировались, релизимся, все хорошо. Мы хотим еще контролировать, что наш сервис не разваливается, пока он в продакшене. Для этого нам нужны мониторинги. У нас есть функциональные мониторинги по логам, которые мы обвешиваем какие-то бизнес-правила, которые должны работать, какие-то ошибки, которые не должны происходить. Я чуть позже приведу пример. И нам нужны реалтайм-метрики, которые быстро сработают, если продукт как-то поломался. Это какой-то аналог, там, условно говоря, как админ смотрит на пятисотки. Мы хотим тоже на что-то смотреть, чтобы продукт здоров, им нормально пользуется. Тут нам опять подходят клики. Мы следим за кликами в продакшен, потому что если у нас, неважно что, отвалилась база, испортились рекомендации, плохие эксперименты случайно включились, пользователи меньше кликают, и мы это можем увидеть буквально за минуты. Тут мы для этого используем аналитику, которая базируется на данных, которые хранятся в кликхаузе. Это очень быстро и очень удобно. И, ну, действительно, любая поломка совершенно любого генетиса у нас всплывает сразу. Мы мониторим изменение количества кликов, и мы сравниваем поведение пользователя с тем, что было день назад и неделю назад, чтобы нивелировать тренды, которые там в субботу у нас ведут себя пользователи, не так, как в понедельник. Значит, что у нас еще бывает после того, как мы катываем в продакшен что-то странное? У нас, конечно, бывают жалобы пользователей. Жалобы пользователей мы любим и хотим разбирать, потому что за ними, бывает, скрываются наши баги. Опять-таки, чтобы разобрать жалобы пользователей, нужен человек, который понимает, как работают все компоненты сервиса. Поэтому это делает функциональный тестировщик. В принципе, кажется, что где-то там каждый десятый пользовательский репорт приносил нам какой-то свежий баг, особенно вот на заре становления сервиса, который мы хотели починить, который мы хотели узнать. Если бы мы не разбирали их, мы бы не узнали. Чтобы это делать можно было легко, быстро, удобно, нам нужны хорошие инструменты дебага. Если чтобы разобрать... Пользователь напишет же что-то, не как у меня верстка поехала, он пишет, очень много про поп-звезд, не могу больше. И это немножко труднее дебажить, надо понять, почему же так рекомендуется. И пробовал ли он нажать кнопку, мне не нравится. Иногда не пробовал. Вот, соответственно, нам нужны очень хорошие инструменты дебага. Я немножко про них расскажу чуть позже. Давайте посмотрим на примеры багов. Это простой баг, короткий. Значит, у нас есть, кроме самой системы рекомендаций, есть всякие классификаторы, которые тоже машинно обученные. У нас есть, допустим, классификатор, который пытается отфильтровать всякую кровь, убийство, расчлененку, потому что пользователи почему-то жалуются. Вот, значит, и на пользователь пишет, у меня тут кровь, убийство, расчлененка в моей ленте, ну, это вообще никуда не годится. Что могло произойти? Мы обучили классификатор, но не применили его, чтобы отфильтровать выдачу. Может быть, у нас эта фильтрация не срабатывает только в каком-то конкретном эксперименте. То есть вообще почти все проверки и тесты мы проводим на всех доступных экспериментах сейчас. Может быть, классификатор классифицирует плохо. То есть мы хотим увидеть значение классификатора для этого документа и подумать, может быть, надо его как-то дообучить, доработать. Может быть, так как это раздельные процессы построения данных для рекомендаций и обучения классификаторам, может быть, мы не успели классифицировать этот документ и уже порекомендовали. Рассинкронизация процессов. Сломаться могло в разных местах, за это отвечают разные разработчики. Это ищет ручной тестировщик. Так, простой баг, теперь будет чуть более сложный баг. Значит, вы видите схематичный у нас дзен, и это такая простая, упрощенная схема, как он работает. У нас есть какие-то клиенты. Они ходят к нам по API, говорят, дайте нам рекомендации, покажу пользователю. Клиенты ходят в так называемый фронтенд. Фронтенд обрабатывает какие-то бизнес-правила для этого продукта, историю пользователя новейшую, которая хранится в базе данных, пишет логи и, агрегировав какую-то информацию из базы данных и внутренней логики, ходит в рекомендатор за собственными рекомендациями. Ну, типичный баг. Пользователь читает ленту, нажимает кнопочку, дайте мне еще документов. А у него тот же самый документ. Ну, пользователь замечает, что это что-то не то, хотел новый документ, там тоже самое, пишет нам, у меня дубли. Ну, давайте посмотрим, где это могло сломаться. Возможно, клиент не сообщил нам, что он уже показал этот документ. Мы об этом не знаем, но могло сломаться. Возможно, когда нам клиент сообщил, мы это знание не положили в базу данных. Могли не положить, могло сломаться. Мы могли не написать это в логе, тогда, когда история в базе данных устареет, мы не можем хранить всю историю. Опять-таки, мы это знание потеряем. Может быть, когда мы пошли за рекомендациями и читали данные из базы, мы не прочитали. Ну, не знаю, тайм-аут случился. Возможно, рекомендатор, когда получал данные из логов, не смог корректно их подцепить. Возможно, рекомендатор все знания получил, но как-то плохо их применил. Разработчик рекомендатора просил поставить там много красных точечек, там, кстати, внутри тоже много точек отказа. Вот, ну, в общем, там еще есть разные точки. Например, та, которая сбоку символизирует то, что для пользователя мобильная доступная версия сайта одна и та же, а мы могли забыть где-то в отдельном процессе это проклеить. Или, может быть, клиент плюет на все и показывает одну и ту же пачку, что пользователь не жмет. В общем, поломок могло быть много, для пользователя проблема одна. Он напишет, дубли. Мы разбираем волшебные инструменты дебага, локализуем, чиним, выкатываем. Классно, починили, проверили, все хорошо. Пишет другой пользователь, у меня дубли. Мы, не может быть, проверяем. Вообще, совсем другая проблема. Это просто он пишет, так же проблема совсем другая. Мы ее починили, выкатили, сидим довольные. Пользователь пишет, у меня дубли. В этот момент мы начинаем думать, что хорошо бы как-то вообще понимать, что когда мы починим, мы починили уже навсегда, и дубли нет. Вот в этом месте у нас как раз и делаются всякие функциональные мониторинги. В принципе, в логах легко определить, что дубль показывается. У нас с разными request-id появляются показы одного и того же документа. И мы просто постоянно ходим и проверяем в логах, что таких нет, что мы починили, и оно починилось навсегда. Если оно сломается опять, мы об этом узнаем, даже если пользователь нам не напишет. Итого, нужны инструменты дебага. Они нужны как для локализации дефектов в баг-репортах, так и, в принципе, для локализации дефектов при тестировании. Мы видим проблему, мы должны понять, где же она случилась. Для этого нам нужно, если в случае баг-репорта, увидеть продукт глазами пользователя. Если мы попросим рекомендацию для него сейчас, она наверняка будет не такая, как день назад, когда он там что-то видел, ему что-то не понравилось. Мы хотим увидеть продукт таким, каким он был для него тогда. Мы хотим понять для вот этой пачки, где у него встретилась проблема, как отработала каждый из компонент сервиса. Нам нужны какие-то доступные интерфейсы к данным базам логом. Я покажу один из наших инструментов, который показывает нам пользовательскую историю и критичные данные, по которым мы можем что-то восстановить. У нас в базе хранится новейшая история. Это кусок моей ленты. Так что не ругайте мою ленту. Значит, у нас есть то, почему мы можем понять, что происходило. Это какие-то request ID, это какие-то дополнительные ID-шники пользователя, это эксперименты, в которые он попал, чтобы мы могли восстановить, собственно, ход событий. Мы видим, какие документы были в этой пачке. Мы потом обрабатываем данные по этим документам тем же бэкэндом, который работает, когда дают данные пользователю. И прямо отрисовываем ленту, какая она у него была. Значит, вот это чуть более подробный скриншот с request ID-шниками и дополнительными данными. У нас там показывается, какая машинка рекомендатора нам посоветовала, потому что их много, чтобы искать логи проще было. В каком шарде база он находится. И, собственно, отображение документа. Это тоже некоторый конвейер. У нас есть адрес документа. Дальше пошли какие-то наши роботы, они его как-то прочитали. Возможно, плохо. Потом код взял эти данные от робота, как-то обработал, чтобы там был сниппет нужного размера, там все хорошо, и как-то показал клиент. Вот все эти части нам хочется независимо видеть. Так. И последнее я хотела бы рассказать про типичные точки отказа, которые надо не забывать. Дело в том, что какие-то компоненты, которые… Ну, вообще мы тестируем что? Мы тестируем то, что часто ломается, и мы тестируем то, что нам очень критично. Если сломается, будет очень плохо. И вот то, что сломается, будет очень плохо, у рекомендационных систем, у машинного обучения, оно немножко другое. У вас, если есть веб-сервис, возможно, вы пишете какую-то статистику, куда пользователи кликают, что случилось, чтобы это анализировать. Если она сломается, ну, аналитик, наверное, расстроится. Пользователь не расстроится. Если у вас сломается статистика, когда у вас машинное обучение, пользователь расстроится, у него будут плохие рекомендации. Итого, данные, за которыми мы хотим следить, они у нас есть из двух источников. Это внешние данные от других сервисов, может быть, вообще не из Яндекса, и внутренние данные, которые мы сами для себя делаем. Внешние данные. Если у нас, допустим, нет данных о том, какие сейчас страницы в интернете популярны, что сейчас читают, качество наших рекомендаций может упасть по кликовым метрикам в два раза. Ну, причем пользователь нам ничего не напишет. Он открыл Дзен, он посмотрел на него, а он неинтересный. Он его закрыл и ушел. Никакого баг-репорта здесь даже не случится. Поэтому поставщик, конечно, тоже может не заметить, а это надо обязательно мониторить. Мониторинг поставок. Фуллбэк режимы. Если у вас есть данные из разных источников, очень важно следить, чтобы у вас всегда была возможность деградировать на какой-то меньший набор данных. Ну, и если вы сделали фуллбэк режимы, вы можете сделать мониторинги срабатывания этих фуллбэков. С внутренними данными все попроще. Мы можем проверять тут вообще все, желательно в процессе релиза. Во-первых, мы эту статистику должны писать. Случилось какое-то событие, оно должно правильно отображаться в влогах, мы на это делаем функциональные автотесты. Мы должны это правильно обрабатывать. Вот это баги, которые пользователю заметны. Обработка прямого фидбэка. Чтобы хорошо обучаться, чтобы хорошо рекомендовать, нам очень важно, чтобы пользователь нам хотел рассказать, что же ему нравится, что нет. Поэтому мы всячески умотивируем. Мы говорим, тебе не нравится, нажми палец вниз. Мы тебя поймем, мы обучимся, будет очень здорово. Если он нажимает, мы говорим, мы это тебе не показываем. Может быть, ты хочешь источник заблокировать? Если пользователь говорит, заблокировать, мы говорим, заблокирован, ты больше его не увидишь. Если после этого мы покажем этот источник, пользователь скажет, у вас там не машина вообще, у вас совсем дураки. Сказал, не надо, вы показываете. Это место, которое ломать не хочется. Но у всех сервисов, которые я когда-либо видела, кнопки дизлайка, блокировки, чего-то такого, они всегда когда-то ломались. Это мы проверяем функциональными автотестами. То есть мы, допустим, просим рекомендации для пользователя, смотрим топовый отранжированный документ и запрашиваем еще раз, подмешивая фейковые события, блокировки на этот домен. Смотрим, что туда не возвращается. Но опять-таки мы хотим мониторить поставку этих данных, ну так же, как со внешними данными. Вот. И напоследок я хотела бы сказать, что если у вас есть какая-то сложная, хитрая система, там много компонент, и вы тестируете ее как блокбокс, то не надо. Можно узнать, как она работает, можно локализовать разные компоненты, разобраться с их устройством, говорить с разработчиками. И тогда качество продукта и качество тестирования возрастает в разы. Спасибо вам большое за внимание. Я буду рада ответить на вопросы. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Я бы хотел спросить, используете ли вы многоруких бандитов? И если нет, и да, то почему? И сравните там с собой тестированием. Многорукие бандиты, ну, в смысле, это жадный алгоритм, в принципе. Они много где используются, они не всегда приносят хорошие плоды. Но это, в принципе, для того, чтобы ранжировать именно пачки документов. Не для ранжирования одного документа. Ну, мы делали такие подходы с разной степенью успешности. Но это не только обе-тестирование. То есть, условно говоря, обе-тестирование позволяет нам определить, что пользователь получит пачку только про машины. Мы посмотрели глазами, мы видим, пользователю это не понравится. Ну, однорукие бандиты, возможно, нам это скажут, возможно, нет. И еще вопрос. Насколько известно, онлайн и оффлайн метрики, ну, они могут прямо наоборот быть. И как понять, в какой момент пора уже из оффлайна выходить и идти в онлайн? Мы используем онлайн. То есть, ну, на оффлайне вы не настраиваетесь? Мы очень динамически быстро развивающийся сервис. В принципе, в мае будет я, где будет много рассказывать про дзен. Красиво, не как я. Дело в том, что мы хотим быстро развиваться, у нас правильно идет там по 20 экспериментов. Сегодня разработчик придумал, вечером автотесты посмотрели глазами в продакшн. Два дня, эксперимент плохой, хороший, принят. Мы очень быстро двигаемся. Оффлайн метрики требуют, чтобы кто-то пошел, это разметил. Это просто сильно более медленный процесс. Возможно, мы когда-нибудь к нему придем, но сейчас он нам не подходит. Привет. Спасибо за доклад. Меня зовут Настя из Двагиса. Я, может быть, что-то не поняла или не услышала. Вопрос у меня такой. То есть понятно, когда есть какая-то история, когда есть чем сравнивать, а что вы делаете с холодными стартами? Кто в какой момент анализирует, или тестируете вообще вы это или нет? Как тестируете? Расскажи, пожалуйста. Холодный старт мы в первую очередь смотрим глазами. С ним чуть попроще, там меньше персонализации. То есть вариантов, какие у нас идут холодные старты. Если мы не знаем ничего о пользователе, нам не надо перебирать много разных пользователей, о которых мы ничего не знаем. У нас есть один пользователь, мы про него не знаем. Ну, есть, допустим, 20 экспериментов с холодным стартом. Мы их перебираем, мы смотрим их глазами. У нас возникают проблемы, скорее, ну, опять-таки, для этого нужна хорошая подготовка тестовых данных про пользователей, которых мы знаем, но мало. Нам надо рекомендовать по-разному для людей, по которым мы знаем там почти все, мы уже понимаем, что ему надо. И пользователи, которые, ну, вот эти два источника, он вроде любит, про остальное непонятно. Если мы зафиксируемся на этих двух источников, это будет очень скучная лента. И вот эти вот градации потепления мы просматриваем руками и ищем скриптами расхождения. Ну, людей, у которых будет сильно иначе все. Нужен здравый смысл. Без здравого смысла получается очень плохо. Ну, и да, кстати, если сделать просто ранжирование, просто ай-стартовое, там будет очень много желтухи и дефолтных рекабельных документов. Это надо давить здравым смыслом. О, работает вроде. Ирина, привет. Спасибо за доклад. Моя тебе за вот такой вопрос интересный. Вот Настя только что спросила там про холодный старт, и ты сказала, что вы смотрите руками. Вот самый большой, самый интересный вопрос. А как понять то, что вот то, что сейчас получилось, оно вообще хорошо? То есть у каждого свои вкусы, у каждого свои предпочтения. Кому-то вообще может нравиться суперские заголовки с фишки нет, там, где написано там, и они сделали что-то страшное. Да, мы, значит, у нас есть, во-первых, как бы какие-то бизнес-правила, которые условно говоря, там, наши классные менеджеры нам говорят. Есть какой-то здравый смысл, который есть в нас. И у нас есть понимание того, что мы не хотим показывать фишки нет человеку, пока мы про него не убедились, что он точно их хочет. Если он их хочет, мы будем их показывать. Но для этого нам надо вначале это проверить. Вот вопрос в том, бизнес-правила, они составлялись на какой-то репрезентативной выборке, или просто это продукты придумали, короче, что мы вот так работаем, и все. Ну, естественно, мы проводим исследования, мы спрашиваем пользователей, мы смотрим сами. У нас есть целая компания бета-тестеров, довольно большая. Но да, в первую очередь, это здравый смысл и понимание того, что мы хотим в итоге сделать за продукт. Если вы скажете громко, я могу потом повторить. Отлично. Вопрос в том, что есть разные группы пользователей, и, соответственно, там есть маленькая девочка, которая, ну, знаете, контент, есть, у которого 40-летний мужик, который просто вообще хочет посмотреть, что это более приватное. Вот вопрос в том, что... Вопрос в том, что... Вопрос в том, что... Про драмы способность, как девушке можно дать драмы, с 40-летним мужиком, другой драмы. Вопрос... Про персонализацию, что у нас есть разные пользователи, они хотят видеть разный контент, как мы это экспертно оцениваем. Мы это экспертно не оцениваем. Мы экспертно оцениваем, то, если у нас для мужика 40+, резко изменилось то, какие документы мы ему отдаем, в одном эксперименте мы отдаем одни, в другом другие, мы идем экспертным взглядом, смотрим, от чего это произошло. Скорее всего, просто мы что-то сломали и перестали учитывать, на самом деле, в эксперименте. Вот. Ну, если это ожидаемые изменения, мы это знаем, на стадии поступления в тестинг нам приходит разработчик и говорит, я хочу для таких-то пользователей больше развлекалов в эксперименте попробовать добавить. Кажется, это должно полететь. Тогда мы знаем, что мы это ожидаем, мы находим расхождение и говорим, да, это то, что мы пытаемся попробовать сделать, вдруг будет классно. Если же про просто экспертную оценку качества ленты, это именно скорее про iStart, когда мы не знаем, что это маленькая девочка, не знаем, что это взрослый мужик, мы хотим давать дефолтную ленту, за которую не стыдно. Ну, вот, тема уже достаточно старая история, это вот с кинопоиском, и нравится, не нравится. Как там так было, что выпустился продукт, и старые пользователи полностью раскритиковали его во всем, и как можно прокомментировать, какие были ошибки, почему-то конкретно провалился проект, именно вот редизайн сам. Я абсолютно уверена, что про это есть наша официальная позиция в блоге, я не тестировала кинопоиск, если вам, правда, интересно, я могу найти эту, напишите мне в Телеграм, я вам перешлю анализ этой ситуации. Здравствуйте, Ирина. У меня вопрос такой, вы рассказывали про ручное тестирование, а вот что в таких проектах, которые очень плохо поддаются там автоматизации, что в них вообще можно автоматизировать, и что в них вот конкретно у вас, например, автоматизировано, какие части? То есть мы не можем автоматизировать мониторинг выдачи и его оценку, но что-то же можем проверять. Конечно, можем. Для начала мы можем проверять, что во всех странах, во всех продуктах, во всех экспериментах мы отдаем рекомендации. Мы попросили 20 документов, их отдаем. Это огромная параметризация. То есть мы находим ошибки, потому что действительно бывает, что какие-то факторы не учтены. Мы должны проверить все разные варианты ранжирования, которые у нас есть, все эксперименты, проверить, что по крайней мере что-то отдается, оно разное, что события, блокировки, показа корректно обрабатываются, опять-таки, запись статистики, формат общения по АПИ, много чего можно. При желании можно, допустим, тоже разнообразие. Если мы знаем, что у нас есть разные рубрики, и мы не хотим отдавать всю ленту из одной рубрики, мы можем это автоматизировать. В общем, все, что прописывается бизнес-правилами, можно проверять. Здравствуйте. Такой вопрос. Ну, насколько я поняла, вы используете мониторинг. Можете подсказать, какие инструменты используете конкретно для мониторинга постоянно? Тут будет немножко трудно, потому что у нас в Яндексе есть много своих инструментов. Кажется, инструментов для, собственно, мониторинга у нас три независимые системы. Одну из них мы используем. На самом деле, да, у нас есть, ну, во-первых, его функциональный автотест, они просто бегают по крону, если они зафейлились, они пишут письма. Затем у нас есть срабатывание на изменение количества кликов, тогда тоже, опять-таки, пишутся письма, можно настроить мониторинги, что любезные девушки из колл-центра будут тебе звонить посреди ночи и говорить, кажется, у вас что-то сломалось, и зачитывать честно то, что вы оставили в сообщении. Ну, мы, короче, мониторим сами. Здравствуйте. Скажите, вы сказали, что вы тестируете на данных реальных пользователей. Вот я, как пользователь, не хочу, чтобы мои данные извлекались из системы. Анонимизированных. Я не знаю совсем, что это вы. Вы для меня пользователь номер 125, который любит котиков. Возможно, любит котиков. Это я понимаю, но вопрос в другом немножко. А по каким принципам вы выбираете эти данные? То есть, скажем так, вам все равно что-то о человеке или о пользователе, даже об анонимизированном, нужно знать, чтобы понять, что вот он это делает или это не делает. Мы анализируем сырые логи. Есть пользователи, они кликают на видео. Мы просто раз в день, у нас есть процесс, который проходит по логам и отбирает пользователь, у которых было много видео событий и у них есть какие-то абстрактные айдишники, которые потом тестировщик приходит и говорит, дай мне пользователю, который 500 раз видео посмотрел. Ему выдается айдишник и с этим работает. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, тестируете ли вы рекомендатор и если да, то кто этим занимается и как? Расскажите, пожалуйста. Ну, тестировать рекомендатор как что? Тестировать рекомендатор как то, что он работает и дает рекомендации, это автотесты. Его эффективность и релевантность выдачи. Его эффективность и релевантность выдачи Это то, что я пыталась, собственно, рассказать. У нас есть две части. Та, которая отсматривает глазами изменения, если они происходят. И у нас есть метрики, на которые мы смотрим в продакшн, которые мы включаем в начальный эксперимент, это небольшой процент пользователей. И какие-то макрометрики, которые мы мониторим на всех пользователях, что они не проседают. Хорошо, еще такой момент я уточню. Насколько я помню, вы сказали, что придумывание метрик – задача не тестировщиков. Обычно не тестировщиков. Ну, в смысле, я люблю заниматься метриками, но, в смысле, я не пытаюсь сказать, что… То есть вы не исключаете, вы не говорите, что… Все, все, хорошо, спасибо.